Что может быть важнее, чем мир и здоровье? Потому что это самое главное направление в нашей жизни. Без мира и здоровья ничего не случится. И вот это великое благое дело, которое здесь делается, которое общество соединяет людей разных профессий, разных направлений, разных взглядов, разных религий. Это общность, которая несет мир, и она позволяет его благое дело распространять по всем странам, по всем континентам, детей, взрослых. То есть весь мир, он должен жить в мире согласии, в добрососедских отношениях. Вот именно вот это слово, которое сегодня прозвучало, добрососедство, оно близкое, родное, наше скромно такое вот. Оно душевное, оно теплое, замечательное. И мне кажется, что важнее вот того, что здесь делается, которое вне политики, просто с открытой душой, с открытой душой, с чистым сердцем, нести мир, свет, знания и добро. Прогресс не остановить, да. И это как в лодке. Мы либо в лодке плывем, либо за бортом. А тем более сейчас, вот в эпоху четвертой промышленной революции, где у нас не только мир меняется, не только происходят ускорения в мире, а я бы даже сказал ускорение ускорений. Потому что те темпы, которые набирает прогресс, они несопоставимы ни с чем. Никогда в истории так быстро не развивалось и не менялся мир. И несмотря на то, что Организация Объединенных Наций назвала одной из основных трудностей нашего периода, это то, что около 70% взрослого населения не успевает за переменами, вот дело мира, оно как раз и позволяет объединить все. А блокчейн это абсолютно не политическое, абсолютно ничего не завище, кроме биржи, которая оценивает тот же самый биткоин. Это самая справедливая, самая честная оценка, потому что все, что мы знаем, оно стоит не столько, сколько за него просят, а столько, сколько за него платят. Поэтому, соответственно, самый справедливый вариант оценки в системе блокчейн, а это распределенная база данных по всему миру, то есть их нельзя, биткоин нельзя напечатать, нельзя просто выпустить. Есть майнеры, которые их добывают, да, это можно сравнить так же, как вот добывается там нефть, уголь, то есть природные ресурсы. Точно так же есть аналогии, добывается биткоин. Их ограниченное количество, их может быть всего лишь 21 миллион, сейчас их, по-моему, уже добыто порядка 16 миллионов. И это на сегодняшний день, это самое стабильное, самое гарантированное, самое надежное и самая лучшая вообще система, которая есть, самая прогрессивная, самая совершенная.